Здоровенький был и подписчики мопеда Раритетовича, с вами снова Лео Механик и это 10 выпуск видеоряда перекличка и подсвеченный он будет МП 046 1969 года. Данный мопед выпускался выпускался львовским мотовелозаводом с 1968 по 1970 год. По другим источникам, пока не подтвержденным, с 1969 года были только выпуска именно эти мопеды. Это тот мопед, который выпускался до верховины. Они шли либо салатового цвета, как вы можете увидеть по баку перекрашенного, либо голубого. А еще были красные, кстати, да, на рекламных проспектах. Рама. Привычная для двускоростных рвовских мопедов квадратная труба. Это потом эта же квадратная труба перекочевала на верховину. Те же самые индустриальные формы. Квадратный щиток передний глубокий, квадратный задний щиток. Вот в этом месте, где вы видите четыре отверстия, одно из них большое, располагался, то ли бывал пластиковый бардачок, бывал металлический. Я вот буду делать сюда металлический. Двигатель. ША-51К. Рабочий объем до 50 сантиметров кубических, диаметр 38, ход 44, то есть стандартный ША-51, но ковровского производства. Без привода спидометра на двигателе. Данный мопед, благодаря 19-дюймовым колесам, мог развивать скорость до 50 км в час, что я в общем-то в свое время и проверил. Проехал контрольный отрезок за некоторое время и был доволен результатом. В 50 эта машина едет. Колеса, как я уже упомянул ранее, 19-дюймовые шины размерностью 2,25 на 19. Благодаря такой размерности колесам, она, МП-шка, я имею ввиду, имела хорошую плавность хода, вот за счет увеличенного на 3 дюйма диаметра, по-своему отрабатывала ямки. Ну и плюс 5 км в час скорости, тоже подстегивала пацанов того времени. Но данный мопед, благодаря своим украшательским деталям, некоторым имел кучу своеобразных проблем. Вот этот вот щиток декоративный, слышите, как он звенит? И из-за проблем с карбюратором КАТ-35В, который стоял на двигателе, кстати, карбюратор шел с металлическим фильтром на тот еще момент. Вот эта вещь снималась, кидалась за забор, чтобы не мешало регулировать карбюратор. Привод спидометра осуществлялся от заднего колеса, как на Явах 555, 05. Выхлопная характерно идет по правой стороне. Что тут еще можно рассказать? Подвеска. Передняя, как и раньше, механическая, телескопическая, задняя, маятниковая, с механическими амортизаторами. Вот такой вот небольшой декоративный багажничек. Очень редкая, кстати, деталь. Тоже зачастую терялась. И у коллекционеров очень ценится. Но реже всего еще найти вот этот бардачок. Сиденья треугольником, регулировать немного по высоте. Нижняя вот эта вот часть хромированная. Вот эта вот подсидельная труба с пластины треугольной. По-моему, эта пластина потом же перекочевала на верховину. Вообще, по ощущениям, такое трошки это сиденье давит. Как правило, его заменяли на сиденье от МТшника, от Урала. Еще примечание по вот этому кожуху. Первоначально, все знатоки знают, что у верховины идет краник с левой стороны. Тут же идет краник с правой стороны. И на вот этой декоративной панельке имеется специальный вырез. Когда я купил эту декоративную панельку, прислонил на тот бак, который стоял, я понял, что что-то не так. У меня оказался верховиновский бак. И, по счастливой воле и случая, у того же человека я и нашел бак. За 10 долларов докупил. Вот эта крышка была куплена в прошлом году в Павлограде. Одна из последних из залежей. Там местного человека. У них 10 штук когда-то было. Одна из таких новых деталей. Вообще, история попадания мопеда в коллекцию. Он был куплен мною еще в 2012 году. Врать не буду, я не помню уже, честно. То ли 12, то ли 13, год. По архивам достану и допишу уже видео. В Черниговской области. Там село от райцентра, где ближайший пункт доставки в Деливери. Где-то в 50 километрах. Куплена она была за 100 долларов. На это у МПшку охотилось минимум 3 человека. Один из Киева, один из Житомира, один из Симферополя. Когда он еще, ну, тот год еще Крым был украинским. Коллекционеров всех цен устраивал 800 гривен, но отпугивало доставку. У человека в населенном пункте была только новая почта. А новая почта, как он мне сказал, в Крым обходилась на тот момент больше 1000 гривен. Доставка вот этого мопеда в Житомирску. Там чуть подешевле и в Киеве. Но все равно люди отказывались. Я с человеком договорился за 100 гривен ему на бензин. Он проехал 50 километров, ну, машину свою заправил, погрузил и отправил меня через Деливери. Человек был в шоке. За доставку этого мопеда я на Деливери заплатил 125 гривен. Из Черниговской области, в Днепропетровске, там где-то около 700 километров получалось в сумме. Человек был в шоке, что есть такая служба доставки. И, скорее всего, в дальнейшем начал ей пользоваться, потому что он сказал, у тебя нет ничего на продажу? Я сказал, что нет. По текущему состоянию. Мопед практически укомплектован. Не хватает родной подножки чертеж у меня есть. Привод, понятно, заднего тормоза, бардачка. Тут крышка декоративная. Вилка надо будет делать. Это купленная вилка в прошлом году, передняя. Ее тоже надо втулки делать все, как положено. Естественно, перекрашивать все эти дела. Двигатель Ш51К 71-го года, его придется перебирать. Это был куплен двигатель. В него до сих пор не лазились, поэтому запускаться этот мопед не будет. Тут изначально стоял Ш52, он сейчас стоит на совсем другом мопеде. Ну, а сварка, естественно, крыльев. Вот это придется перешивать. Это я пока довез. У меня упало крыло. Не помню от чего. И острым краешком пробило это сиденье. Жалко, конечно, но перешьем. Не проблема. Бак требует краник тип, кстати, не КР. Краник винтового типа, как на дырчиках, все именами любимыми. Это тоже мы сделаем. Но самое ценное, это вот эта деталь, которая теряется. Она есть. По ней я буду делать шаблоны. И в будущем торговать этой запчастью. Ну, а так, благодарю всех за внимание. Это, я думаю, будет один из самых интересных мопедов. Кстати, я забыл указать. Еще на тот момент применялись ручки переключения передач подсказочками. Они эта вещь еще переключевала, потом в последующем наверхове на три. Так что, ребятки, спасибо за внимание. Надеюсь, была интересная серия по интересному и редкому мопеду. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok